Ну давайте я попытаюсь, я не знаю, я расскажу такой свой путь короткий, он был не очень короткий, но я постараюсь его как-то ужать в недлинный рассказ о том, как я от радио пришла к телевидению и в общем-то с чем я столкнулась, что в итоге получилось и как я планирую все это развивать. Значит, три года назад, в том момент серебряные дожди уже было наверное 12 лет или 13, и радиостанция в общем-то такая уже выросла, она не стала какой-то очень большой с точки зрения такого масштабного бизнеса, она как была такая московская радиостанция с региональным развитием, так в общем-то и продолжала оставаться. Но стало понятно, что это все равно уже выросший, подросший ребенок, которому уже внимания уж точно двух мамок в моем лице и в лице Дима Советского не надо. И наступил внутренний момент, что надо кому-то уходить и оставлять в общем-то одну хозяйку на кухне. Это была первая эмоция, собственно, которая сподвигла уйти с управленческой работы, с ежедневной, с радио. Вторая, потому что хотелось куда-то там двигаться, развиваться, и в общем-то с радио уже было все понятно. Вот, я беру паузу, начинаю думать, куда же двигаться, и в общем-то как-то кто-то мне может подсказал, говорит, а почему ты не хочешь попробовать построить там новый телеканал. Ну как все радищики, вы знаете, наверное, да, любое радио, телевидение это всегда зло, да, и зло и по формату, и по тому, что нам показывает там телевизор, но так или иначе все мы выросли с телевизором дома, и в общем-то первая моя как-то реакция была странная, но как телевидение вроде я ничего не понимаю, с другой стороны процессы похожи, да, понятно, что есть формат, есть некая там креативная составляющая, есть продажи, есть продвижение, есть маркетинг, в общем-то все то же самое, только больше, чем радио, да, и с картинкой. И вот, значит, процесс от как бы идеи вообще там в 2007 году осенью о создании телеканала до его реализации, он был с одной стороны длинный, ну так вот для меня, да, потому что в 2009 году мы, в 2010 году мы включили камеры, а это там два с половиной года. С другой стороны, это очень короткий срок, если учесть то, что я даже до сих пор не знаю, что стоит на радио, какой пульт и вообще как работает радио, как сигнал там, куда-то там приходят приемники. Меня никогда это не интересовало, это те вопросы, которые были не в моей компетенции. Когда встал вопрос о создании телеканала, то стало понятно, что мне надо весь этот пульт пройти с нуля, да, вот от непонимания ничего, как это устроено, до реализации на сегодняшний день одного из там, и запуска одного из самых технологически крутых и продвинутых комплексов. И я прошла весь этот путь, все это было очень смешно, я приходила, значит, что для меня такое телевидение. Ну это понятно, студия, какая-то картинка, да, я себе пыталась представить, как же она должна выглядеть, как человек, который опять же работал всегда со звуком, а не с картинкой, но на ощущениях. Да, ощущение было такое, что я хочу очень живое, открытое пространство, совершенно с открытыми окнами, с открытой студией, с открытым open space, где все мы работаем, мы же там живем, мы же там выдаем картинку. Вот это у меня точно было понимание, да, что я так хочу. Второе понимание на тот момент у меня было следующее, что, конечно, это все должно быть в прямом эфире. Вот сейчас я уже понимаю, что вот эта моя, казалось бы, очевидная после радио, ну как бы мысль о том, что это все в прямом эфире, на самом деле она очевидна для радио, но она вообще не очевидна для телевидения. И в том формате, в котором сейчас работает в основном телевидение, не работает в прямом эфире, да, по разным причинам. И по причинам, ну, во многом на больших каналах там цензурным, во-вторых, понятно, что любой прямой эфир – это потенциальные риски, факапы и так далее, и так далее. А все, что монтируется, все, что в записи и так далее, можно привести к такому прям конфетке, да. Вот так вот, но мне тогда казалась эта мысль, работа в прямом эфире очевидной, понятной и, собственно, единственной верной и правильной. Значит, следующий этап, там, в моем понимании, куда же двигаться, это было, как это вообще устроено. Значит, и стало понятно, что, опять же, что с радио для меня, для меня там эфир-радиостанция, понятно, частотный диапазон, никакие там частоты такие, как дециметровые или там коротковолновые, я их и не рассматривала, и не знала то, что они есть, потому что понятно, что когда мы выходили и создавали радиостанции, нас интересовал только вот этот эфир-диапазон, собственно, который в Москве там в первую очередь, а потом уже в городах. Так вот, с телевидением стало понятно, что эфирное телевидение, то, к которому мы привыкли с детства, то, которое на клубике, да, это как раз совсем не то, что я должна построить, потому что это другие бюджеты, это другие инвестиции, потому что любое эфирное телевидение требует, опять же, лицензирования, получение лицензии на эфирное вещание, это, ну, это, понятно, на порядок сложнее, чем даже в радио, хотя мы все знаем, как в радио тоже тяжело получать лицензии. Так вот, значит, стало понятно, что единственное, где я могу развивать, собственно, ну и куда двигаться, это не эфирное телевидение, это табельное и спутниковое распространение. Ну вот, там я садилась со своими, там, друзьями-консультантами, мы чертили на бумажке, значит, квадратики, как устроен телевидение, как из студии сигнал, куда он приходит, как он передается на спутник, куда он там опускается, как он попадает к конечному зрителю. И вот, как бы, во всех этих процессах мне нужно было разбираться вот и то самой, да, и для того, чтобы, ну, как бы, принять такие стратегические решения, как двигаться. Так вот, три года назад интернет, как площадка для развития и продвижения, и доставки нашего контента не рассматривался вообще. Потому что три года назад, когда я пришла уже опять к благам круг знакомых людей достаточно обширно, я приходила к самым лучшим, да, к консультантам, и я спрашивала, я говорю, ну вот, как быть, да, я вот планирую построить телеканал, да, вот интернет, он меня вообще будет интересовать, вот мне надо, там, вещание в интернете. Ну а что, тогда, три года назад, они мне говорили, знаешь, вообще забудь, потому что максимум, что возможно будет, это, там, тысяча человек, которые тебя смогут смотреть, а остальное невозможно, да, поэтому вообще тебя это, как платформа, не должны интересовать, и, ну и, в общем-то, как-то я получила, там, водные, и на этом мысль о том, что когда-нибудь я буду, там, я не знаю, развиваться в интернет-вещании, она как-то там осталась где-то в закололочке, значит, моего, там, мозга, и была отложена на полку далеко. Соответственно, мы начинаем такой процесс, ну я внутри себя, по формированию технической базы, да, потому что, опять же, понятно, чтобы запустить, там, контент, без построения базы, сделать это невозможно. Я иду по всяким, значит, компаниям, интеграторам крупнейшим, которые занимаются, собственно, созданием телекомплексов, я прихожу к ним, обозначаю свой бюджет, который у меня есть, они говорят, ну не, вы с этим бюджетом уходите, вообще этих шансов нет никаких, потому что на эти деньги телеканал не построить. Вот, ну я девушка настырная, и, соответственно, там, я говорю, не понимаю, но все-таки это не такие маленькие деньги, и я думаю, что какие-то решения должны быть, значит, в одной из компаний меня не поставили сразу, мне сказали, окей, хорошо, давайте попробуем вместе, там, поразрабатывать, поработать над тем, что вы хотите. Значит, вопросы задавались у меня на всех этих встречах, на которые я ни на один не знала ответа, вот, то есть у меня был два ответа, это прямой эфир, когда меня спрашивают, какой будет телеканал, и второй, это то, что должно быть все открытое, открыты окна, открытые студии, и так далее, значит, на вопрос, какой будет контент, что там будет, какие технологии, какой стандарт, например, был вопрос замечательный, это будет high definition или стандарт definition, вот, наверняка, многие, но сейчас уже мы больше слышим эти слова, там, HD, SD, ну вот, для меня это все было, там, по новинку, совершенно космический для меня язык, но при этом я, там, получала какое-то невероятное удовольствие, что я узнаю совершенно, там, для себя какие-то новые процессы, в общем, потихонечку я со всем разбиралась, и где-то за год вот моих всяких встреч, разговоров, переговоров с этой компанией, составлений спецификаций, задачи сужались, 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 и становилось более-менее понятно, все-таки, какой же телеканал я хочу построить, с точки зрения технологии, и где-то в течение года мы сделали, как говорят, опять же, в компаниях интеграторов, не знаю, 50-ую итерацию нашей спецификации, в которой, значит, там, на 30 листах было прописано все оборудование, что там должно быть, и вот каждый пункт, каждую железочку, каждый болтик, винтик, камеру и так далее, я изучала, задавала вопрос своим, значит, коллегам, техническим специалистам, они мне объясняли, что это такое, после этого я приняла решение, нужно нам это или не нужно, потому что мне надо было, опять же, осознать и понять, какой комплекс мы должны построить. Значит, параллельно с этим ко мне приходили, опять же, мои коллеги, теперь уже телевизионные, и говорили, ну-ка, зачем же ты строишь вот этот комплекс, зачем ты хочешь построить от начала до конца всю технологическую базу, ведь можно же уже сейчас начинать создавать там контент, ну, там, снимаешь студию, берешь в аренду, придумаешь какой-то формат, запускаешь его, и, в общем-то, уже можно дальше с этим форматом куда-то двигаться, его можно продавать, его можно, там, отдавать каким-то каналам, но так или иначе ты наработаешь эту базу, и у тебя уже будет какое-то понимание, как это все делается, но мне психологически представить, что вот я задумала большой телеканал, должна почему-то сейчас сделать какую-то маленькую студию, сделать какой-то формат, и потом куда-то снимать, и я не понимала, то есть вот масштаб моего, то есть моих амбиций, он был сильно большей, и задачи я себе ставила сильно, как бы, большую, чем просто сделать там программу, поэтому я, значит, отникилась, я говорю, нет, нет, мне надо полностью построить весь комплекс, чтобы я целиком запустила весь канал. Значит, там были разные сложные моменты, о которых я не буду сейчас рассказывать, но, то есть, понимаете, когда ты не знаешь ничего, и тебе надо узнать все до малейших деталей, то, понятно, ты сталкиваешься, иногда, ну, вот, там, у нас несколько раз были проблемы, когда мы заказали все железо, мы должны уже его, там, оплатить, ну, железо, имеется в виду все, собственно, оборудование, да, и вдруг возникает на одном из совещаний, что вам нужно еще купить софт, я так, я говорю, ну, почему, да, то есть, он говорит, ну, как, ну, вот этим железом всем должен управлять какой-то софт, значит, в этом вопросе был какой-то уже подвох, да, потому что выяснилось, что софт, во-первых, стоит, как правило, дороже, чем железо, собственно, да, а у меня же не было этого в бюджете, а во-вторых, что на тот момент, так как я приняла решение, что весь тракт все будет строиться в high definition, на тот момент софта, который мог бы управлять этим железом, этим процессом в high definition, его не существовало, его не существовало в природе вообще, да, и вот, значит, это тупиковая ситуация, после которой нельзя продолжать, ну, вообще ничего делать, да, и мы там едем на выставки, мы встречаемся с производителями софтов, и совершенно случайно находим какую-то итальянскую компанию, маленькую, которая вдруг, почему-то неожиданно говорит, у нас есть такое решение, итальянцы в никто не верит, потому что итальянцы, это не немцы, не японцы, и вообще как-то, ну, причем здесь софты итальянцы, да, вот, но у них единственное, у кого действительно нашлось это решение, мы проверили в то, что оно справится с нашим железом, но когда мы вернулись в Москву, интеграторы, которые, собственно, готовили для нас все оборудование, они сказали, ну, знаете, это вы нашли итальянский софт, но мы не возьмем на себя ответственность, и мы не будем интегрировать этот софт в наше железо, то есть мы не можем отвечать за то, что это заработает. И опять, что делать, да, и спасибо моему техническому директору, который, в общем-то, вместе со мной принял решение, что раз все отказываются вообще на рынке работать с этим софтом, а при этом нам надо дальше двигаться, мы не можем стоять на месте, нам надо запускать проект, мы берем на себя ответственность, что вот это железо, этот софт мы соединяем сами, нанимаем сами специалистов, сами, значит, интегрируем, ну, и сами берем на себя ответственность. Это, конечно, было очень смелое решение, потому что если бы это вдруг не заработало, то, в общем-то, даже предъявить претензии некому, никому ни к другой стороне. И поэтому, ну, мы приняли такое решение, и фактически с момента, вот мы в июне, там, типа, в июле девятого года заказали оборудование, подписали договор на софт, в декабре нам уже начали поставлять это оборудование, в феврале мы начали интеграцию эту софта, а в апреле мы включили камеры, собственно, когда они были готовы выдавать какую-то картинку. То есть за, там, фактически за полгода мы построили технологический комплекс, который, ну, вот если вы пришли ко мне, вот, я не знаю, чуть-чуть сможем увидеть, то он восхищает и удивляет, потому что действительно очень сложный комплекс построенный, да, и он построен совершенно не по законам телевизионам вообще. Потому что когда уже чётко я сформулировала, что у меня будут открыты окна, открытая студия, все коллеги и профессионалы телевизионы приходили, особенно операторы, они говорили, это невозможно, окна вы всё равно закройте, зачем вам вообще нужны окна, зачем вам нужен этот весь геморрой, если проще нарисовать Москву компьютерной, и, в общем-то, никаких проблем нет. А вы можете так листать слайды пока периодически, да? Я буду, если что, просто фоном. Ну, ладно. Ну, это вот как раз это то, что я тоже осваивала, как это спутники, куда нам все эти сигналы передаются. Это то, где мы сейчас присутствуем, пока можете оставить этот слайд. Так вот, мы, когда поняли, что технологически мы готовы выдать картинку, а до этого мы занимались строительством, ремонтом, значит, заказом оборудования, софтами, разработками, то есть вот все эти там два года, это было, ну, такое, это совершенно не то, чем нам хотелось бы заниматься. И вот когда вдруг мы поняли, что вот уже всё, уже можно показывать картинку, стало понятно, а контент-то мы ещё, как бы, вообще не придумали, да? И вообще, что делать-то? Значит, кроме того, что у нас были уже открыты окна, кроме того, что мы придумали, что это прямой эфир, собственно, на этом, да, ну, мы заказали оформление канала, у нас были заказаны межпрограммные какое-то там оформление, ролики. Но так или иначе, вот, как бы, контентнообразующий, как нужно, и что мы хотим делать, тебе не было вообще. И, значит, открытая студия подразумевала, собственно, открытый микрофон всегда, вот, значит, как устроен офис. У нас 2000 квадратных метров, в котором нет кабинетов вообще, то есть там есть несколько технических маленьких кабинетов, но, собственно, там минимальное. Всё остальное, то есть вот здесь мой кабинет такой открытый, здесь ведущие работают, там, не знаю, со спортивной редакцией, здесь выпуски прямого эфира, в трёх метрах начинается ньюс-рум, из которого люди, журналисты выходят с места, значит, и включаются. Тут же большой новостной стол, и всё это происходит в одном пространстве. И, опять же, все телевизионные звукорежиссёры, они говорили, это невозможно, да, мы не будем подписываться под ваши технические спецификации по звуку. То есть никто тоже не взял на себя ни гарантии, никто, и все отказываются у нас работать, потому что все звукорежиссёры приходили, говорят, ну, вы не сможете работать в такой студии, потому что у вас микрофон будет вылавливать всё. В итоге мы не просто работаем, а мы уже совсем обнаглели, вот, с этой точки зрения. То есть у нас идёт прямой эфир, идут новости, у нас гости, а буквально там в 20 метрах у нас начинается презентация, например, да, какого-то суперпроекта, в котором у нас 200 человек гостей, у нас там начинается музыка, значит, потихонечку эти люди, значит, гуляют по студии, смотрят, как что происходит, потом заканчиваются новости, и эта камера уезжает и начинается вещание там с презентации, да. И вот, как бы, степень нарушения всех этих телевизионных законов, она какая-то колоссальная, но только, опять же, потому что я никогда ничего не знала, как должно быть в телевидении, да. Вот если бы мне сейчас сказали, давай сделай ещё радио, я 100% построила бы радио, но так, как мы её делали, да. Я понимала рельсы, по которым радиостанция должна ехать, и, в общем-то, ничего нового я не запрела бы, да, 100%. То там у меня, конечно, поле было не пахнуло, именно потому что я ничего не знала, поэтому я не понимала их возражения, аргументов, да, то есть, почему нельзя в открытых окнах, в открытой студии. Ну, то есть, мне было достаточно сложно объяснить, почему это нельзя. Мне казалось, что это можно. И вот благодаря этому, наверное, мне удалось променять все вот эти там стереотипы тех телевизионных моих коллег, которые уже тогда работали со мной. И я спокойно, значит, стояла на своём, и запускали мы ровно так, как мне казалось правильным. Значит, что произошло дальше? В том моменте, когда, значит, у нас появилась возможность показать картинку, и не было никакого контента, а очень хотелось уже там чем-то заниматься творческим, и что-то вообще показывать. Значит, я принимаю решение, что мы включаем камеры и показываем всё, что происходит на телеканале. Мы показываем, как заканчивается строительство, как мы проводим совещания, как мы отбираем ведущих, как у нас кастинги устроены. То есть, мы все шесть камер, которые у нас были, собственно, в тракт включены, мы их включали, и дальше в течение всего дня, включая ночь, мы эти камеры не выключали, это такой дом-дом, но по созданию телеканала и построению бизнеса. То есть, мы ничего не скрывали. Это была такая полная транспарентная, значит, коммуникация со зрителем. Параллельно с этим я веду переговоры с кабельными операторами, московскими, в первую очередь, теокады, стримы, которые должны были взять нас в свой пакет и начать нас показывать. И мы бьёмся, значит, с ними, какие кто нам даст условия, кто лучше, они просят эксклюзив, я говорю, эксклюзив не дадим, мы должны быть везде. Я пока ещё не думаю про региональное развитие вообще, потому что, понятно, меня в первую очередь интересовало Москвой, построение в Москве, потому что канал должен развиваться по рекламной модели, а не по абонентской, собственно, не получение денег с абонентом, с операторов. А если я рекламную модель, то меня в первую очередь интересовала, опять же, московская аудитория, московско-питерская. Я, значит, двигаюсь в эту сторону. И мы включаемся в Акадо, у нас начинается вещание, вот это вот, как бы, вещание такого совершенно застеколи, когда показывается всё. В стрим мы должны включиться, там, условно, завтра, раздаётся звонок из стрима, говорит, мы не можем вас включить, там, нам позвонили сверху, сказали, вас не включайте. Значит, через две недели нас выключают из Акадо. И там, я, опять же, сейчас опущу причину, по которой это произошло, но так или иначе, мы нас выключили из всех сетей, и дальше, и тут я вспоминаю замечательное слово «интернет», которое, значит, куда-то я его там отложила, и к тому моменту мы, у нас было вещание в интернете, ну, такой классический, вот просто сайт, ну, и там, какой-то плеер. Когда стало понятно, что одномоментно нас выключает из тех, как бы, потенциальных, собственно, площадок, где мы должны были быть, мы не додумали, не начали развивать там все остальные, становится понятно, что вот это всё можно показывать только в интернете. И слава богу, что к десятому году, собственно, к моменту, когда мы это всё построили, интернет, конечно, сильно далеко продвинулся, и появились там технологии, как, я не знаю, специалисты, знаешь, что такое CDN. Вот, это распространение по другому принципу в интернете, это возможность подключиться к большому количеству абонентов, это возможность при хорошей, так или иначе, при хорошем операторе, хорошей сетке показывать и транслировать в интернете практически без зависаний, без падений и так далее. В общем, мы собираем экстренное там встречение, в течение двух дней мы запускаем эту технологию, да, мы понимаем, что единственное, где мы можем сейчас быть, это интернет. И в течение трёх месяцев нас нет нигде больше, мы есть только в интернете. С одной стороны, это дало нам просто невероятный, там, опыт и понимание этой новой для нас среды. А почему новая среда? Потому что, если бы я планировала построить интернет-канал, как многие там сейчас нас называют, что мы первый интернет-телевидение, что мы главный, кто первый, кто по-настоящему сделал интернет-телевидение, и коллеги интернетовские, они говорят, послушай, ты вообще должна это, там, как флаг себе сказать, что вы первый настоящий интернет-телевидение двигаться в эту сторону. Я говорю, я не строил интернет-телевидение. И психологически мне не нравится интернет-телевидение как формировка, потому что это что-то такое маленькое какое-то, такое очень ручное. И более того, не надо было строить тогда большой комплекс, не надо было строить хадди-финиш, не надо было вообще строить такой серьёзный комплекс, который бы работал 24 часа в сутки по формате эфирного канала. Что можно было как раз ограничиваться маленькими студиями, более того, не своими, и вопрос только придумывания формата. Придумал формат, посадил ведущих, и мы сейчас наблюдаем примеров много. Вот недавно запустилась такой Минаев ТВ, вот это Сергей Минаев, который садится с гостем, садится в чужой студии, и никаких там декораций нет, ничего специального там нет, и в интернет транслируется программа. Никаких инвестиций, вложений практически, ну, то есть вообще нулевые, и только вопросы раскрутки, и правильная платформа где-то это делает. А мы построили такую серьезную машину, которая вполне себе может генерить контент и создавать его для любого нормального эфирного там вещания. Поэтому, конечно, это там очень сильно нас, с одной стороны, образовало, да, потому что мы разобрались с этой средой, мы поняли, насколько интернет, конечно, это там наша среда, и это завтрашний день, и понятно, что через там 2-3 года с появлением 4 джилты и там развитие кабельных, цифровых сетей и так далее, и так далее, самым главным станет контент, потому что способов доставки этого контента будет очень большое количество, и, в общем-то, там нам надо продержаться 2-3 года, и монополия эфирного телевидения, который сейчас существует, да, там, в России, и так далее, она практически, ну, там, сведется к нулю, и все это тоже понимают, да, и, но форматно, как бы, и эмоционально нас это очень сильно демотивировало, потому что, конечно, мы строили канал не для того, чтобы смотреть его в маленьком экране, у нас потрясающе красивая картинка, у нас очень красивый тракт, у нас невероятно красивые программы, у нас такой картинки нет ни на одном канале, все, кто начинает смотреть, говорят о том, что мы очень сильно визуально отличаемся от всех других каналов, но, поэтому, конечно, вот это вот присутствие в интернете, хоть и полезно было, и понятно, что это действительно там завтрашний день, эмоционально нас это сильно расстраивало, поэтому там, все это время я занималась решением наших вот там, таких стратегических задач, вот, и к сентябрю мы вышли в НТВ+, мы поднялись на спутник «Арион-экспресс», собственно, вот здесь есть, и мы стали, мы покрыли всю Россию, собственно, находясь сейчас на спутни, мы есть там, нас можно увидеть, во всей России, и дальше мы начали строить региональную сеть, в которой тоже мы не предполагали ее строить быстро, мы не ставили себе эту задачу первоочередную, но когда вдруг мы получили со стороны операторов региональных интерес-каналы, и они стали звонить нам, писать письма, не готовы ли вы распространяться, давайте вести переговоры и так далее, мы готовы покупать ваш контент, мы решили, а почему нет, давайте этим заниматься, и на сегодняшний день мы достаточно быстро, несмотря на ограниченные, опять же, наши ресурсы человеческие, мы достаточно быстро развиваем региональную нашу сетку, мы потихонечку входим к большим операторам региональным, которые нас там в первую очередь интересуют, и потихонечку набираем всякую мелочевку, которая есть, причем мелочевку, потому что там часто операторов бывает по 500, по 1000 абонентов, ну, понятно, это совсем какие-то цифры, но оператор начинает оплатить деньги за контент, это говорит о том, что контент востребован, это значит, что зрители хотят его покупать, да, и смотреть, и вот для нас это был такой серьезный очень показатель, потому что, потому что, значит, да, теперь по поводу контента, значит, вот мы достаточно долго жили в режиме такого лайф-шоу, такого застеколи, но в процессе, пока мы создавали все это показывали, мы строили формат, мы запустили новости, первый блок у нас вышел новостей, часовых новостей с гостями и так далее, поняли, что это безумно становится популярным, да, то есть это вызывает у людей интерес, почему, потому что живое телевидение, потому что прямой эфир, потому что нецензурируемые новости, потому что гости любые, потому что это всегда эксперт, и это всегда компетентно, и мы поняли, что, да, параллельно с этим мы запускаем авторские программы, а можете чуть-чуть листать? Ладно, дальше. Это, собственно, те платформы, где мы вещаем дальше, может быть? Вот это пока оставьте. Мы запускаем, с одной стороны, линейку новостей, потому что понимаем, что это такой оказался для нас драйвер, с другой стороны, конечно, мы начинаем создавать авторские программы. На сегодняшний день их не очень много, но они, на мой взгляд, все там 100% с попаданием в наш формат. Это Алекс Дубес с программой, значит, мгновение, которая выходит раз в неделю, это живой эфир, это легическая, если кто-то слышал Дубеса, не знаю, по радио, так и всегда легическая, настроенческая программа. Это Михаил Козырев с программой Новый год. На самом деле, такое условное название, которое мы решили оставить. Первоначально мы в эфире праздновали каждый понедельник Новый год, да, и в этом был формат и концепция программы. То есть каждый понедельник подводили итог прошлого года, прошлой недели. Потом мы от формата от этого отошли совсем, но название решили оставить. У Козырева гости и всегда живые музыканты, которые играют в жилой студии, которые мы очень красиво снимаем. И, как правило, любая съемка такого концерта превращается в отдельно существующие клипы, которые потом живут в эфире, канал отдельно. Дальше у нас две авторские программы, одна «Три брата Цитко», такая московская журналистка «Молодая Порсель», их три брата. Один из них главный редактор журнала «Большой город», который тоже принадлежит нам. Другой из корреспондентов «Ведомостей» и третий — это журналисты «Эхо Москвы». Они там старше было 29 лет, все остальные младше. Это потрясающий такой формат, он напоминает на программу «Взгляд», потому что три молодых умных парня собственно рефлексируют над тем, что произошло. Они достаточно, они из такой диссидентской семьи, все очень жестко, с жесткими комментариями. Каждый раз, когда я смотрю программу, думаю, ну вот опять, значит, опять мы проехались по всем всем большим руководителям по всем, значит, так далее, ничего не бояться, говорят все, что считают нужным, ну и в общем-то этим вызывает, конечно, к себе интерес и интерес к каналу. Значит, у нас на старте, да, ну и там есть еще какое-то количество программ, которые, которые, как бы поддерживают общий формат канала, формат канала такой, что, как мы для себя сформулировали три месседжа. Первый, дай телевидению еще один шанс. То есть мы построили канал, собственно, для тех людей, которые перестали смотреть телевидение вообще, то есть которые, ну, понятно, мы так иначе смотрим, но это смотрение не так, как в радио. Вот что мне удалось сделать с каналом и то, что я всегда считала и всегда любила в радио. Радио это никогда не абстрактный какой-то там медиа-носитель, это всегда живой организм, да, и, как правило, слушатель радиостанции любой, да, он очень четко себя ассоциирует с этой радиостанцией и он всегда понимает, как живет эта радиостанция и это всегда правда, ну, не знаю, там, не знаю, чувствуете вы это или нет, но он всегда чувствует, что радио это очень живое, да, и очень слушатель реагирует на то, что на любые изменения, которые происходят в радио и всегда дает фидбэк и всегда, это всегда интерактивная такая коммуникация постоянная со слушателем. в отличие от телевидения. Телевидение, если взять, опять же, есть первый, второй, третий, пятый канал, у которых есть чёткий формат. Канал СТС для, это развлекательный канал. Канал, не знаю, НТВ, вот сейчас это криминально какой-то. То есть, ты никогда себя не ассоциируешь с тем или иным каналом телевизионным. Ты можешь переключаться, тебе на этом канале нравится вот это, на этом это, но ты точно не фанат оольного канала. Наверное, вот такая любовь к каналу была во времена 90-х годов, когда там появилась НТВ. И вот, наверное, тогда у людей появилась любовь. Ну, как бы ты говорила, я зритель НТВ, да? Вот нет людей, которые сейчас, мне кажется, скажут, я зритель на первом или втором канала. Такого нет. Так вот, мне удалось, потому что я не могла по-другому, потому что, опять же, человек, который много лет в радио, да, телеканалом своим дождём, да, сделать, то есть построить организм, в котором зрители становятся соучастником. И на сегодняшний день весь наш зритель, он очень лояльный. Он сто процентов говорит, я зритель телеканала «Дождь». То есть в Москве тренд, как бы, ну вот если посмотреть по всяким соцсетям, фейсбукам и так далее, на сегодняшний день там телеканал «Дождь» смотреть можно, нужно, в тренде и так далее. Почему? Потому что он очень живой, да, мы точно реагируем на вот, на всё, на собственное настроение, на собственные эмоции. Это то, что мы делали всегда в радио. В радио мы формировали форматор, он так, как считали нужным. В радио всегда жесточайшая конкуренция по контенту, потому что ты понимаешь, что тебе надо конкурировать, это всегда это придумывание и так далее. А на телеканале, это, конечно, конкуренция, но прежде всего конкуренция цифр. Так вот, мы можем себе позволить в неэфирном вещании не думать про рейтинги, потому что там их нету. И это, с одной стороны, невероятный плюс, потому что у тебя нет той самой наркотической иголки, когда у тебя падает и поднимается рейтинг, когда ты смотришь, что у тебя происходит по сравнению с другими каналами, и ты вынужден обязательно реагировать, потому что это отражается на твоих деньгах 100%. А с другой стороны, отсутствие этой наркотической иголки усложняет нам жизнь с точки зрения продажи рекламы, потому что на сегодняшний день значит, мы, блистайте, я немножко иногда непоследовательна, но я постараюсь там возвращаться к каким-то моментам, которые пропустила. Значит, можно дальше. Ну, это, так, тяжелее имиджу, какие-то эмоции. Так вот, мы, как мы щупали формат? Значит, поняли, что новости драйвер надо создавать. Авторские программы нужны, потому что это, понятно, это люди, это личности, и, понятно, это, там, телеканал мнений. А дальше, следующий принцип, помимо, значит, не бойся, дай телевидению еще один шанс, не бойся включить телевизор, это очень точно месседж, потому что каждый из нас прошел через то, что когда у меня ребенок берет пульт, я, ну, по-честному, я иногда нервничаю, думаю, ну, куда вот сейчас он попадет, на какой канал, да? И вот я могу сказать, что мой восьмилетний сын, не только потому, что это мама его сделала, там, телеканал, но он, вот как бы листая, листая, он стал там все чаще, чаще останавливаться на телеканале «Дождь», да? И, ну, понятно, что, наверное, я тоже повлияла как-то, там, на формирование этого все-таки выбора, но, во всяком случае, я ему говорю, вот смотри, вот здесь, и я для себя говорю, здесь не будет чернухи, порнухи, желтухи, здесь не будет расчлененки, вот это то, чего на канале не будет никогда, да? При этом, при этом, тут есть такая опасность, мы стали очень академичны, у нас очень много культуры, у нас очень много документального кино, у нас очень, то есть мы такие, мы очень клевые с точки зрения ответственности по отношению к зрителям, мы не позволяем, мы не используем какие-то, такие, низменные пороки зрительские, которые, в общем-то, используют всегда любой канал, потому что это, собственно, главный рейтинг и так далее. Но это и делает нас немножко скучными, то есть вот здесь такая вторая грань появилась, недавно я там где-то прочитала на каком-то фейсбуке, что телеканал Дождь очень круто, все здорово, все модно, молодцы, красиво, но что-то скучновато, но потому что хулиганим мало, да? Вот я понимаю, что наша следующая задача это начать немножко хулиганить, и мы готовы к хулиганству, именно потому что мы работаем при этом эфире, можем себе позволить очень много, мы не боимся фокапов, которые происходят в эфире, когда у нас отключаются какие-нибудь камеры или что-то, так, самая главная задача перед ребятами стоит в том, что главное это всегда отыграть и не скрывать, то есть если вдруг ведущий стоит, читает новости, рассказывает о чем-то, в это время включается пожарная сигнализация, такое бывает, то надо просто это отыграть и сказать, ну, бывает, или начался концерт за стенкой, и мы слышим, все это идет в эфир, то просто не надо это замалчивать, а надо это всегда отыгрывать, обыгрывать и говорить. Так вот, мы поняли, что в канале как бы вот эти три принципа, собственно, о которых я сказала, вот эти такие месседжи, которые мы руководствуем по созданию контента. Значит, теперь, что касается, как мы набирали команду вообще журналистов, ведущих и так далее, мы себе сказали, мы не хотим никого с телевизионных каналов вообще, да, то есть вот просто, ну, и это был такой жесткий, достаточно подход, почему, потому что, конечно, они все, ну, за исключением, понятно, технических людей, да, если мы говорим про ведущих, не правильно, что они все со своими, уже там, стереотипами и штампами, во-вторых, потому что у них уже, они уже все подпорчены, цензуры, которые есть на каналах, а это можно, это нельзя и так далее, и это поменять очень сложно, поэтому мы набрали людей, значит, ребята, журналисты, которые готовят новости, они все были пишущими журналистами, журналистами изданий, главный критерий отбора был, это компетенция в той или иной области, а дальше мы начали из них делать телезвезды, мы посадили их в эфир и сказали, пробуйте, они никто не были никогда в эфире, они говорят, ну как же мы, они бегали, мекали, заикались, боялись, так как, опять же, у нас вот это был люфт временной, когда мы работали в интернете, показывали все, это была концепция, что все показывали, то мы не боялись действительно это все снимать, и когда мы в итоге к сентябрю фактически уже формировали на 80% всю сетку и вышли в НТВ+, к этому моменту уже они были почти обучены, хотя они все равно не телевизионные, конечно, мы потратили на это какое-то количество времени, силы денег, мы привлекали преподавателей, которые с ними занимались, мы устраивали там тренинги, кастинги с ними же вместе, там по отбору других людей, и таким образом учили их быть ведущими, не бояться быть в кадре, и мы построили вот тот самый новый там тренд, который существует в журналистике, что журналист, он универсален, он многофункционален, они сами снимают, у нас нет корреспондентской сети, у нас нет никаких корреспондентских комплектов, камер там и так далее, они все снимают, либо на маленькие камеры, либо на телефоны, они выезжают, сами делают репортажи, они возвращаются, сами монтируют, они сами пишут тексты, они сами выходят в эфир, то есть все замкнутый цикл, единственное, определяется шеф-редактором, или шеф-продюсером, или главным редактором, понятна тематика, у них на летучке определяется, какие темы, кто что берет, дальше они идут условно в поле, или готовят эти материалы, и возвращаются, готовят это же, выдают новости, это позволило, конечно, очень сильно экономить, это позволяет нам быть максимально оперативными, и в отличие, опять же, от всех больших каналов, мы совершенно не боимся, там, давать, там, не очень качественную картинку, значит, мы взяли на вооружение, опять же, это же не от хорошей жизни, это все от отсутствия денег, мы нашли решение технологическое, при котором мы можем выходить в прямой эфир, при наличии живого интернета, значит, компания CNN, BBC, ну, и большое количество западных массовых каналов, этим инструментом пользуются уже давно, это так называемые стримбоксы, значит, это маленький компьютер, это маленькая камера, ну, камера может быть любой, собственно, да, когда подключается к компьютеру, и наличие живого интернета, да, журналист выезжает, ставит компьютер, включает камеру, и по интернету включается прямой эфир, конечно, эта картинка такая, иногда рассыпается, ну, то есть, если к нам включается из Европы, из Америки, то картинка идеальная, там шикарный интернет, и там все хорошо, как только мы включаемся из Москвы, то обязательно где-нибудь есть какой-нибудь провал, но, как бы, мы, опять же, ставим в первую очередь, что оперативность наша гораздо важнее, чем та картинка, которую мы даем, опять же, зритель, конечно, поменялся, конечно, смотрение видео в интернете, YouTube и так далее, очень сильно изменил восприятие, и не очень качественная картинка, никого уже не пугает вообще, да, и она не ломает, даже если она в эфире самого телеканала, значит, поэтому мы построили вот такой, как бы, зал, вот цикл журналистский внутри себя, который умеет делать все, иногда мы позволяем себе отправить в какую-нибудь командировку, но они едут вот с такой маленькой, опять же, там, либо телефоном, они записывают на телефон, они снимают на телефон, выкладывают на FTP, или передают по, опять же, сетке, и мы забираем этот сюжет, этот материал к себе, значит, мы, да, и мы все время постоянно поискиваем вот этих новых технологий, потому что мы понимаем, что без них нам, ну, не обойтись, и, опять же, время работает на нас, чем дальше, тем больше, вот сейчас, например, там, iPhone, ну, не iPhone, вернее, компания, которая сделает софты для вот этих прямых включений через интернет, делает сейчас приложение разработку для айфонов, если они это сделают, это просто вообще решает все, то есть, ты приезжаешь на Google, и ты, что есть интернет, и ты по айфону включаешься в прямой лайф, это сразу попадает, там, в тракт, ну, в общем-то, это, ну, это значит, что мы есть всегда, везде, в любом точке мира, любой точке, может быть, наш журналист или корреспондент, и не тот, который мы отправляем, а мы потихонечку начинаем строить региональную, такую, корреспондентскую сеть, ну, как-то, стрингерскую, следующим образом, мы сделали на сайте опцию, при которой ты можешь всегда уложить видео, мы предлагаем журналистам, не журналистам выкладывать это видео к нам на сайт, мы в течение какого-то времени потом смотрим, отбираем по качеству, материала, по качеству информации, так далее, кто что делает, и те журналисты, которые, как бы, попадут в этот пул, там, ну, подходящий для нас, мы их потихонечку будем делать нашими постоянными, такими, ну, стрингерами, в регионах, пока мы это очень мало развиваем, поэтому, вот, имейте в виду, на сайте есть специальная, я вот сейчас не помню, он называется, рейнми, вот, если туда зайти, там все должно быть об этом написано, то есть мы потихонечку это строим, в Америке, в Европе, зарубежная, как-то, сетка построена сейчас лучше, опять же, отчасти это связано просто, на самом деле, еще и с качеством связи, потому что, вот, мы несколько раз пробовали из регионов получать эту картинку, выкладывать, и, наверное, это все не очень хорошо работало, но, наверное, с одной стороны, мы это переработали, с другой стороны, может быть, там, ну, там есть, наверное, эта проблема техническая, но, так иначе, мы готовы к сотрудничеству с региональными журналистами, с региональными медиями, медиа, в первую очередь, что нас интересует, нас в первую очередь интересует картинка, с чем я столкнулась, когда, собственно, канал уже был построен, все очень здорово, все, значит, мы, опять же, коллеги теперь телевизионные говорят, ну, ты построила радио в телевизоре, у тебя все время говорят люди, я говорю, знаете, если мы говорим о том, что эти люди интересны, ярки и так далее, то мне 100%, пусть они говорят, и пусть это будет говорящий головой, мне будет это интереснее, чем если это будет офигенно красивая картинка, в которой нет содержания, но при этом, конечно, я вот сейчас уже начинаю понимать, что смотреть все время на говорящий голову, даже если интересно говорить, это неинтересно, потому что телевидение все равно требует картинки, изменения, ритмики этой картинки, и большая проблема, значит, с картинкой, откуда мы берем, первое, это подписка на информагентство, у нас, мы подписаны на IPTN, мы не подписаны на рейтер, просто, опять же, потому что это дорого, значит, IPTN дает нам всю международную картинку, оперативную, хорошую, и нас все устраивает, но совершенно нет российской картинки, значит, российскую картинку взять негде вообще, значит, сейчас РИА Новости за последний год достаточно активно развивает вот этот свой новый сервис видео, значит, ну, собственно, продажа видео, это как-то нас спасает, но все равно она не покрывает, ну, как бы, необходимого достаточно количества видео, которое нам надо, ну, вот, собственно, при построении регионального такого партнерства, первую очередь, нас интересует картинка, случился там в Ижевске пожар, там, или что-то, это нас интересует картинка оттуда быстро присланная, она может быть вообще без комментариев, без слов и так далее, то есть, это в первую очередь, то что нам надо, дальше слова уже мы будем там в Москве прописывать, вот, значит, мы очень много используем фотографии для окартинивания, как бы, да, там, того же, нового текста, но, опять же, это просто потому, что нам не хватает видеокартинки, листайте пока, дальше можно, дальше, 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 это техническое, можно дальше, ну, это для кого мы работаем, можно поподробнее, для кого? вот верните тогда слайд, тогда, значит, для кого, да, для кого мы строим телеканал, о чем мне сказала важно, значит, что радиостанция все время, не то, что телеканал, а то, что я строила, и делала, и создавала, и в компании, там, своих, опять же, партнеров, как, на интуиции, и на чувстве, да, и ни в коей мере ни на бизнес-плане, и ни на расчете, ни на анализе, ни на фокус-групп, которые заранее были сделаны, что мы все говоримым, то, что мы интуитивно строили, чувствовали, как-то так, наложить, что мы хотим, какие программы, каких людей, какую музыку, так и здесь, и главный принцип формирования контента так, чтобы самим было интересно, да, вот этот принцип, который мы не нарушаем здесь. Соответственно, если мы строим для себя, для таких, как мы, то мы для себя определяем, какого мы хотим зрителя, мы хотим зрителя активного, миронадушного, не безразличного, мы хотим зрителя, который зарабатывает, хотим, чтобы, конечно, мы получили там огромное количество молодежи, допустим, сами уже не такие молодые, как нам хотелось бы. Вот. И для меня там зрителей в первую очередь определялось там условно 30-55, да, вот, ну так. Это то, в чем сегменте мы находимся. Ну, вот сами. А мы получили сейчас очень большой кусок молодежи, неожиданно. И, например, были там несколько было опросов в московских вузах. Так вот, в московских вузах во всех, в которых были проведены опросы, это было порядка, там, по-моему, 7 вузов, ну, как бы лучше, да, московские. Единственное, телеканал, откуда они черпают информацию, ну, который просто вообще звучал как телеканал. То есть, ну, либо не смотрю телевизор никогда, либо это телеканал тоже, да. И для нас это тоже был такой показатель, потому что мы вообще как бы не рассчитывали на эту молодежную аудиторию, потому что мы это как бы для себя, да, как нам кажется. И кумиры-то, которые, там, не знаю, наши, они все-таки отличаются от кумиров, там, 20-летних. Но, так или иначе, вот мы получили эту аудиторию. Вот, значит, как-то я уже сказала, так как нету на сегодняшний день исследований, которые могли бы дать нам показатели нашей аудитории, потому что ГЭЛО меряет неэфирные каналы, собственно, так же, как и радио, только еще реже. У них, по-моему, две или там, три волны в год. Значит, в первую волну мы практически... Ну, мы попали туда, но они сказали сразу, что шансы, что вы там получите хоть какие-то отменяемые данные, ну, какие-то адекватные рынку, никаких. Потому что выборка маленькая, а покрытия у нас недостаточно для этой выборки. Вот, если мы будем развивать покрытие и активно, то, значит, в следующую волну, скорее всего, осеннюю, мы попадем и получим какие-то данные. Значит, соответственно, ГЭЛОПовских данных у нас внятных нет. Значит, есть данные интернетовские, и там где-то будет слайды, где мы увидим, что в интернете, то есть мы можем судить по тому, кто нас смотрит, по социальным сетям. У нас там самая большая группа в Фейсбуке, а на сегодняшний день это нельзя уже не брать во внимание. Там 50 тысяч френдов на Фейсбуке, они так иначе уже дают какой-то тренд, ну, средства, аудитории, которые есть. Поэтому вот самое главное, как бы, эмоциональный фактор, то есть мы, да, мы сами очень социально еще такие активные, не безразличные, и очень много социальных проектов, которые мы делаем в эфире, и всячески как-то это так продвигаем, то для нас и важна там эта аудитория, то есть это люди непотребители сто процентов, да, и ну, опять же, по ощущениям, которые у нас, и по тому фидбэку, который мы получаем. Нас смотрят все чиновники, министры, министерства и так далее, потому что, конечно, мы для них там суперраздражители, ну, невероятные, да, и осенью мы запустили компанию, которая называлась Конституция на дожде, разные известные люди читали Конституцию, вторую главу Конституции о правах и свободах человеков. Это были просто известные люди, которые без комментариев читали главу Конституции. Вы знаете, это имело какой-то невероятный резонанс, притом резонанс вот такой вот, прямо вот до самого верха, и почему-то решили, что это фактически гражданский подвиг с нашей стороны читать Конституцию. Это, конечно, выглядело все идиотически, потому что это наша Конституция, по которой, собственно, мы должны жить, да. Но вот ее публичное чтение вслух вызывало у всех, с одной стороны, чувство, как-то они ничего себе, они типа осмелились, да, практически вот так. А у всех власть-придержащих это вызвало, конечно, тоже там, ну, разные реакции, и нас заметили, да, нас вообще заметили, потому что у нас очень много эксклюзивных разных, ну, собственно, наверное, единственный телеканал, на котором вообще упоминалось ими Ходорковский с самого начала, да, в эфире там каналы были, Лимонов там, и кто только не был, это теперь сейчас Ходорковский стал звучать. У меня недавно сын, сын, который, не знаю, потому что даже смотрел наш телеканал, задал мне вопрос, мама, кто такой Ходорковский? И у меня был такой шок, потому что я говорю, ну, как это, что-то, что ты никогда не слышал эту фамилию, и он говорит, что это я не слышала, я понимаю, почему, потому что так или иначе, вот, если находиться в неком там эфирном там пространстве, да, вот слово Ходорковский звучит там на радио, и, собственно, вот на телеканале дождь, на этом точках. Вот, и мы участвуем, поддерживаем все там какие-то проявления какой-то, не знаю, либерально-демократических там, каких-то там движений, направлений и так далее, при этом мы не оппозиционный канал, как многие в какой-то момент там перешлёпали на такой штамп, особенно журналисты, что вот телеканал Дождь, это круто, это первый оппозиционный там телеканал, а мы не оппозиционный канал. Я пытаюсь это объяснять следующим образом. Я строю бизнес, никакой бизнес в протестном условном электорате ты не построишь, и мне это неинтересно, и я вообще сама не революционер. И я совершенно... И мне не нравится наша позиция, та, которая сейчас есть. Другое дело, что как человек честный и не безразличный, конечно, мы просто мы обязаны говорить обо всём, да, мы обо всём говорим. И мы принцип построения новостного вещания следующий, что у нас всегда две точки зрения, всегда. То есть вот если у нас пришёл, там, не знаю, Лимонов, там, то мы всегда найдём возможность получить комментарии, от какого-то из представителей власти и так далее. То есть и вот в этом смысле мы стараемся быть очень сбалансированными. Другое дело, что, конечно, ощущения от канала, опять же, от конституции, от тех месседжей, которые там... Мы обо всём говорим и всё рассказываем, ощущения, но такого почти смелого, не знаю, ну, вот слово оппозиции не нравится мне. То есть вот такого смелого, живого, там, бесстрашного телеканала. Моё-то мнение, что мы ничего такого вообще не делаем сверхсмелого. Это только то информационное поле, в котором мы находимся. И это расстраивает, что если наш телеканал, в котором представители власти, ну, не знаю, Единой России, больше, чем представители оппозиции, бывает, да, потому что мы всё время зовём экспертов разных, при этом нас считают чем-то таким очень свежим и смелым, то это очень странно, это просто мы, правда, живём немножко в каком-то, ну, таком странном, искажённом информационном сознании. Вот. Значит, не ставьте дальше. Ну, вот это уже старые тут слайды, на самом деле, уже много чего изменилось в это время. Можно дальше? Значит, наверное, там вы слышали про проект Пэйта-Гражданин, не знаю, слышали, вы слышали, нашумевший, после которого, с одной стороны, вначале нас возвели, знаете, как на трон, практически, воздвигли нам храм, когда мы запустили этот проект, потому что тоже он выглядел очень смело, очень, значит, ново, вот, потом, когда мы его, а мы его, кстати, не закрывали, это там отдельная история, и я не закрывала этот проект, и очень хотела, чтобы он продолжил в своей эфире, но там разные причины внутренние совсем грубые творческие привела к тому, что проект на телеканале был закрыт. Так вот, потом нас, значит, также с этого предистала просто скинули, и меня практически обличили в, не знаю, в душители свободы слова, потому что я закрыла этот проект, хотя, правда, я его не скрывала, но мне очень хотелось его оставить. Но это, говорю, то есть, вывод мне для себя сделать только один, что просто действительно публика соскучилась по и политической сатирии, и хорошо художественно еще сделанной, и поэтому этот проект так выстрелил. На самом деле, ну, то, что мы делаем в эфире у себя, и то, о чем мы рассказываем, то, какие там у нас бывают тексты, это гораздо там бывает смелее, резче и жестче, чем то, что было в этом проекте. Но проект своей художественной образности и своей вот этой части, конечно, он невероятно там стал популярным, и опять же, родил вокруг нас там огромное количество всяких разговоров, споров и так далее. И на сегодняшний день там телеканал вошел в пятерку, шестерку самых цитируемых каналов телевизионных, что тоже, да, не находясь в эфире, имея не, ну, то есть, мизерное покрытие по сравнению с эфирными каналами, мы там попадаем в пятерку по цитируемости, что, конечно, это, ну, такой серьезный показатель для нас. И приход Медведева, там, когда нам, собственно, исполнился год, это тоже так был, ну, такой, это стала серьезная заявка на то, что мы из какого-то странного такого, отчасти маргинального, как мне указалось, да, такого медиа, потому что, ну, такие что-то все не телевизионные, все неправильно, нарушили все форматы, сломали все стереотипы, ни одного же неправильного ведущего не взяли, ведущие какие-то непрофессиональные, это все такое вот, при всем при этом что-то очень интересное цепляет, и при этом подсаживаешься на это. Как мне сказали, в свое время, Сагалаев, он говорит, это удивительно, он говорит, я первое время ненавидела тебя и канал твой, потому что я смотрел, 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 не понимая, это раздражает все, все непрофессионально, все не телевизионно, потом понял, что оторваться не могу. И вот так происходило со всеми зрителями, как вот сейчас я для себя вижу там миссии, цели, там, и говоришь, так самое главное начните нас кто-то смотреть. То есть если человек начинает нас смотреть, то он, как правило, от нас не уходит, он остается нашим зрителем, потому что, ну, то есть понятно, что там может что-то вызвать вопросы, вызывать, не знаю, раздражение, еще что-то, но в целом это канал, который становится именно твоим, потому что он разговаривает с тобой, вот конкретно с тобой и со зрителем. Вот, листайте дальше. А можно теперь включить сайт, чтобы сейчас эфир шел просто без звука. Сегодня мы запустили новый проект, да, значит, все создается спонтанно и национально. Вот новость, ты понял, что работает, вот программы запустили, какие-то, какие нравятся программы, какие идут, мы их оставляем в эфире, какие не идут программы, мы их убираем из эфира, просто закрываем, потому что нам не нравится. Происходит все очень быстро и достаточно стресса, с таким, с огромным стрессом, потому что мы, несмотря на то, что мы реально построили очень крутой комплекс с точки зрения технологии, у нас очень ограниченные возможности. У нас всего один парт-камер, в котором 6 штук, и эти 6 камер снимают, собственно, новости, программы, эти камеры приезжают по всей этой студии, из одной студии в другую, все происходит перерывом в 10 минут, техническая служба падает в обморок как раз, что это невозможно. На канале слово невозможно нет, для меня нет слова невозможно. Другое дело, что это, конечно, требует от всех невероятной концентрации, невероятной работы самосомности, люди все работают очень много, на канале работает 220 человек, при этом мы создаем там фактически 23 часа собственного эфира, постоянное, это постоянное создание контента. Для такого объема должно работать ну минимум 600-700 человек, у нас 200, поэтому, конечно, мы в таком постоянном напряжении. При этом отказаться от какой-нибудь новой идеи невозможно. Вот мы там с этими лекциями, понятно, что формат лекции это тоже тренд, сейчас там лекции уже кто только не проводит и с разными спикерами. И мы давно-давно хотели запустить на канале, но у нас не доходили руки. Тут я прихожу, все, больше не ждем, запускаем лекции. Вот сегодня мы запустили этот формат, это значит жанр, в котором там от 50 до 100 человек гостей, это лекция, но, понимаете, вот это для родиновых человек, вот как бы на уровне слов все легко, а когда ты понимаешь, что это камера, это оформление, это картинка, да, знаете, вот вывод между радио и телеком, это совершенно разные скорости реализации. Мы на радио придумали проект, например, мы сели, придумали офигенную какую-то акцию, мы сели, написали ролики и через полчаса этот ролик может быть в эфире, а еще через 2 часа можно уже провести акцию, потому что народ уже отреагировал, уже приехал, уже он привык за радио там быстро ходить или придумали там, не знаю, какую-то программу и что такое придумали программу? Это, а вот можно сейчас звук? Это вот ролик у нас такой, вот фактически это наша студия, это наш новостной стол. Все вокруг студии, открыто, живая, здесь, везде работают люди. И еще раз. Вы смотрите телеканал Дождь. Аптивистик Чанел. Строим телеканал в прямом эфире. Показываем все. Абсолютно все. Ну как выглядело из телеканала, что это просто был огромный цирк, шоколадный, пустой, в котором мы построили все. Это все на Краснооктябре происходит. Экстеримен, подожди. Что мы позволяем делать себе на канале? Вот то, о чем я говорила. Мы не боимся пускать на телеканал, что тоже нарушает, конечно, любые телевизионные правила. Почему? Потому что, ну как это прямой эфир, а у нас фактически приходит 200 человек, чужих людей, которые в любой момент могут выйти в эфир. Так вот, мы, например, вот эта акция была, это был с Буговарительным фоном Вера, мы презентовали книгу поэтов. Это гости, это зрители, это поэты. Все это опять же показывается, но при этом это ивент, это вечеринка. Таким образом, мы убиваем там Дуг Зайцев, с одной стороны, мы получаем некий ивент, который проходит внутри. таким образом маркетингово раскручивают, какие мы, более того, продаем это еще каким-нибудь спонсором, а с другой стороны, мы получаем хороший эфирный продукт, который, ну, который украшает эфир. Так вот эти лекции, значит, когда мы решили их запустить, то, вот, это сразу рождает за собой технически оформление эфира, картинки, значит, оформление графикой. Люди, это должна вся бригада выйти в выходной день работать, значит, там дополнительные какие-то деньги и так далее. А, например, на радио это звук, то есть, на самом деле, это диджей и ведущий, например, да, Владимир Самойл, супершоу, держит 4 часа эфира. Один ведущий и один диджей, который нажимает кнопки, выпускает рекламу, и так далее, и там все, и джинглы. Ну, и сервер маленький, который передает сигнал. Значит, здесь что такое? Один ведущий. Один ведущий, это значит, если, да, вот здесь сейчас лекция, ведущий гости, 6 камер, это 6 операторов, это, ну, это дальше бригада режиссерская, в которой, так как минимум, 5 человек, это осветители, это техники, которые таскают и строят декорации, ну, и так далее. То есть, это дальше, выпустит программу на телеке, это прям вот, целая команда людей над всем этим работает, при том, что у нас минимизированы все в этом смысле ресурсы. Так вот, когда я первое время говорил, там, вы что-то придумали, я говорю, ну, там, придумали какую-то историю, я говорю, ну, давайте, показывайте ролик. Он говорит, нет, в первом смысле. Он говорит, ну, как нет, ну, потому что пока мы его придумали, пока мы там нарисовали, пока он там отрендерился, а потом он еще должен закачаться в эфир, и все это, он говорит, то есть я в первое время бесилась, я не понимала, я думала, наверное, так плохо работают сотрудники, нифига, это совершенно другой процесс технологический, и это самая большая сложность для меня в моей голове, то есть любая идея, которая приходит в голову, гениальная, шикарная и так далее, для ее реализации нужно как минимум недели две или три, это как, это обязательно перестроение всего технологического процесса, и только после этого можно что-то запустить. Но я уже как-то научилась понимать это, и вот, что со мной еще удивительно, такое произошло, мы стали смотреть картинку, то есть я стала везде как бы визуально оценивать там площадки, да, то есть если раньше, я вообще на эту тему не планировала, то сейчас я прихожу куда-то, например, в какое-то место, красиво, как бы здесь было красиво какую-нибудь студию построить, да, какой бы здесь был потрясающий там вид, и вот, а это такой опасный путь, потому что все время хочется что-то новое, а это новое, опять же, в отличие от радио, это не просто голос, да, это там рождает за собой огромный процесс. Значит, по поводу музыки в эфире, в первое время у нас достаточно большой был объем клипов в эфире, потому что нам не хватало, конечно, контента, да, и вот мы сделали новости, мы сделали межпрограммники, программы, между этим в ротацию клипов, это, с одной стороны, нам все нравилось, потому что все равно это достаточно понятно был форматный отбор клипов и так далее, с другой стороны, это ужасный отбор был, потому что, во-первых, все клипы, они, как правило, мне в high-definition это всегда плохое качество, ну, хуже качество, чем наша картинка, всегда это ломало, а второе, то, что это размывало понимание от телеканала, вот на сегодняшний день, если там сказать, какой это формат, в каком формате мы пришли, все-таки, в первую очередь, это такой инфотеймент, это, в первую очередь, информационное вещание, но с таком, ну, как бы, с легким, условно-развлекательным каким-то акцентом, почему развлекательным, потому что программа Дуплес, это не новость, да, это не информация, но так или иначе, это развлечение, да, другое дело, что оно наше, так, форматное, ну, вот, и мы минимизировали количество музыки и клипов сейчас в эфире, для того, чтобы этот, ну, как бы, этот формат не размывать, очень много работаем сейчас над тем, чтобы сделать смотрение офисным, чтобы люди могли в офисе включать телевизор фона, картинка очень клевая, она точно не отражает, она всегда будет украшать, ну, там, эфир, но важно дать, например, новостную ленту, который бежит бегущей строкой, просто дает новости, потому что человек просто следил за новостями, вот, ну, и так далее, и так далее, в общем, много чего пытаемся сделать, самое главное, что нам интернет-среда, которая для нас была неожиданная, верная, и это вот, как бы, некая наша мультимедияность, да, сейчас очень важная тоже мысль, мультимедияность наша вот в чем, мы строили канал, который должен был вещать в кабелю спутники, значит, на сегодняшний день мы вещаем в интернете, в кабелю спутники, мы вещаем на цифровых, значит, платформах всяких, Билайн ТВ, там, ШПД, да, по проводам и так далее, мы есть во всех айфонах, айпэдах, пока не приложением, а просто там своим вещанием, но вот на днях будет готово там приложение, и вдруг, плюс у нас, опять же, очень обширное присутствие в социальных сетях, что говорит о том, что мы, да, где наш контент тоже можно посмотреть, это там канал на ютубе и так далее, и что происходит? Происходит следующее, что когда я встречаюсь с компанией, там, ТНС, и говорю, вот смотрите, у вас есть измерение, интернета, у вас есть измерение эфирных каналов, пиплметров, у вас есть измерение неэфирных каналов, там, дневниковыми опросами, да, а вот есть мы, которые свой контент распространяют вот такими разными способами, да, и вот ваша задача попробовать найти какой-то универсальный, там, не знаю, метод подсчета этой аудитории, который нам бы, с одной стороны, дал невероятную возможность для продаж, ну, потому что у нас появился бы хоть какой-то инструмент, а с другой стороны, это ровно то, куда движется любое медиа, да, и любое медиа, которое развивается правильно, да, оно сто процентов должно двигаться вот в эту там, мультимедийность в разных средах, и если бы вот просто я перестала совсем заниматься радио, конечно, я считаю, что там, «Серебряном дождю» надо было запустить, и я сейчас там считаю, что это надо было бы сделать, запустить свое тоже телеобещание, ну, такое, да, как бы видеобещание, хотя бы в интернете, и сделать его полноценным, хорошим, потому что это правильно, потому что это то, что давало бы, ну, дополнительное, и развитие, и опции, и так далее, но Дима как-то к этому относится скептически, поэтому мы не запустили нормально, вот, и поэтому для нас, вот, как бы наша такая мультимедийность, это в том, что мы должны, да, и более того, мы должны эти среды учитывать, что дал нам интернет, нам интернет, конечно, дал, во-первых, очень быстрое распространение, очень понятное, самое короткое, ну, то есть ты зашел, и мы умеем вышел на сайт, и смотришь, да, с другой стороны, мы сейчас очень активно стараемся внедрять все-таки технологические, всякие фишки, которые есть в интернете, что это, это возможность интерактива тут же, но только если ты смотришь в интернете, и коммуникация со зрителем, мы, например, сделали плагин, который аккумулирует все-все-все, из всех сетей, из всех наших жжетов, фейсбуков, сайтов, и так далее, любую информацию, любой интерактив, и этот плагин мы выдаем в эфир, если, например, да, у нас, я еще не рассказал, у нас есть такая форма, так как мы оставили вот эту вот, как бы часть нашего лайва и закулисной жизни мы в эфире оставили, значит, как мы оставили, у нас, мы показываем обязательно новостные летучки дневные, на которых редакция обсуждает, какие новости сегодня пойдут в эфир, это очень интересно, потому что это внутренняя кухня, да, какую тему берем, почему эту, мы просим зрителей присылать свои темы, и в этот момент мы выводим плагин, а плагин, ну, то есть там идет полностью фидбэк от зрителя, да, и, понятно, своей транспарентностью мы иногда, конечно, получаем таких тумаков, да, потому что, понятно, зрители бывают разные, да, не знаю, то, что мы пытаемся там отсекать всякое хамство, грубость и так далее, но все равно это бывает, но мы говорим, окей, раз мы, ну, стали это делать, то мы будем продолжать там, ну, оставаться открытыми, так вот, представляете, мы показывали тучку, где внутрь, где главный редактор дает задание шеф-редактору, когда они спорят, обсуждают, почему эту тему не будем брать, почему она есть там на всяких каналах, это показываем, потом в 9 вечера у нас большой выпуск новостей с 9 до 10 часовой, очень интересно, очень рекомендую просто посмотреть, потому что таких новостей правда нет, это, конечно, часто зависит от гостей, но в целом это такое раскрытие новостного дня, экспертное раскрытие, да, и потом мы показывали тучку по итогам этого выпуска, то есть, ну там, идет разбор полетов, кто что сделал хорошо, что плохо, и, конечно, это, ну, как бы, это заставит журналистов, ну, как бы, всегда думать о том, что у тебя есть зритель, и этот зритель сейчас видит в том числе не только красивую, прилизанную картинку, да, и то, что произошло внутри, почему, вот вчера такие примеры, у нас был представитель там РЦП в студии, и мы еще позвонили, значит, какому-то еще представителю церкви, и вообще почему-то, я не знаю, это, наверное, нужна была другая точка зрения, да, так вот, на летучке главный редактор разбирал проблему, собственно, ту, которую я как зритель тоже заметила, у нас сидит говорящий человек с картинкой в РЯСе, в студии, и мы с ним поговорили, там, не знаю, 30 секунд, да, а дальше мы позвонили по телефону, человек, где у нас нету, у нас просто фотография висит этого человека, и голос, и мы с ним говорим три минуты, да, и я как зритель не понимаю, почему вот сидит человек, здесь с ним надо говорить, уж эта картинка, мне это легче воспринимать, чем говорящий телефонный неизвестный какой-то голос, вот, и вот, и это разбирается потом на летучке, да, то есть заканчивается новость, и, знаешь, главный редактор вставляет этому журналисту и ведущему, почему они, значит, ну, это, конечно, ну, такая совершенно новая, настоящая форма взаимодействия с аудиторией, да, и она, вот, она настолько глубоко интегрирована, при этом, при этом, я могу сказать, я не скрываю этого, вот, если в глобальном смысле нас не интересует мнение зрителей, вот, если говорить про формат и так далее, вот, правда, и меня интересует только мнение моё и те, кто этот контент создает, это всегда звучит очень провокационно и нагло, и меня за это многие плюют, но так как, опять же, принцип построения канала исключительно под то, что нам нравится, и то, что мы хотим, то мы, конечно, руководствуемся этим, другое дело, что вот эта наша открытость, конечно, не позволяет не обращать внимания на такую конструктивную критику, да, то есть, но точно никакой менять, если мне будут писать и говорить, уберите этого ведущего или этого, не знаю, эту программу, потому что она, мы не будем это делать, если сами считаем, что она нам необходима, да, и вот здесь мы на поводу зрителя не идём 100%, ни в коем случае, вот, ну, я, наверное, могу ещё много рассказывать, что-то, давайте, может быть, вопросы, я не знаю, как правильно, потому что я, много о чём ещё могла бы там рассказывать, и всё, как-то зацепляет. Есть? Что дальше? Куда дальше двигаться? Есть какие-то понимания, или это течение, скажем, ну, самая главная задача для нас, это развитие, ну, то есть, это рост нашего покрытия, для нас это задача номер один, потому что всё, что касается уже контента, мы всё сделали правильно, то есть, нам надо дальше это, там, шлифовать, добавлять, развивать, но в целом, вот то, что мы сейчас получили уже контентно, это фактически, там, нам на 90% то, что мы планируем и дальше делать, да, ну, там, добавляем, убавляем, но в целом, ничего же кардинально менять не планируем, но показать, вернее, и развивать сеть, так, чтобы нас могло видеть большее количество людей, пока, опять же, не включились все вот эти замечательные, там, технологии будущего, это задача номер один, и это построение региональной сети, построение международной сети, это то, чем я сейчас очень серьезно занимаемся, вот, это то, куда мы хотим дальше двигаться, у нас параллельно с этим есть еще журнал «Большой город», который выходит в бумаге, и интернет-портал «Слон», деловой портал, все это как-то случилось так спонтанно, но вот оно в итоге оказалось все у меня, и я сейчас руковожу типа тремя медиа, холм, вернее, медиа-компаниями, для меня все это очень сложно и непросто, и мы пока, например, вот ту синергию, о которой всегда, все говорят, три редакции, которые могли бы работать друг на друга, объединяться, как-то взаимно обогащать друг друга, это пока все на уровне теории, на уровне такой практики, пока это сложно реализуемо, но, в принципе, одна из задач, которая стоит, это, конечно, ну, раз это уже получился холдинг, это все три медиа, работают на очень похожую аудиторию, близкую друг к другу, нам надо сейчас найти возможность все-таки использовать эти ресурсы, да, и чтобы они помогали друг другу, почему сложно, потому что в редакции все все равно замкнуты в себе, они привыкли работать на свой формат, на свое медиа, заставить их работать на другое медиа очень сложно, потому что они все равно там, ну, я работаю на большой город, и вот все, что там для телеканала, это уже какая-то такая сверхнагрузка, ну, там, и так далее, поэтому пока не получается, но будем пытаться, будем стараться, да. Хорошо, здравствуйте, город Ижас, кроме остаться Адам, Евгений Кричанов, программный директор, два вопроса, первый, ну, во-первых, спасибо за телеканал, правда, смотрим с удовольствием, я, наверное, по кабельному телевизору, да, у вас есть, у вас Диван ТВ там какой-нибудь? Да, Диван ТВ, я первый, кстати, в Фейсбуке радовался, и написал, что телеканал Дождь наконец-то привел. Спасибо, Диван ТВ есть, вот у вас кого есть, мы там есть. Ну, по интернету, естественно, был трамп. Вопрос, который не могу не задать, по поводу визита к Медведеву, по-моему, ну, не прошелся ленивый только, да, вот, и часть этой критики, надо сказать, была справедливой. Вы для себя, спасибо, вы для себя сделали какие-то выводы, ну, внутренние, я имею в виду, какие вопросы можно было задать к визиту президента, да, и чего может быть, от чего стоило отказаться, это первый вопрос. И второй вопрос, меня крайне удивила, вот там молодая аудитория, которая, вот вы говорили, вы захватили ее, да, они, кстати, резче остальных прореагировали на, вот, изменения там, из поэта-кражданин, да, и приход Медведева, там все совпало, вот, в этот момент, да, и они, особенно резко, то, что для нас прекратил существование, все для нас, телеканал больше не существует, вот, вот, как вы для себя это объяснили, эти два вопроса? Ну, давайте, по поводу Медведева, значит, смотрите, я, я сейчас расскажу все с начала до конца, но, какой вывод один для себя, единственное, о чем я пожалела, об одном, только об одном, мы не были готовы к длинному его визиту, значит, как все было, за неделю до этого дня я совершенно случайно, поэтому все, что напишут в интернете, не верьте, я вам рассказываю, как есть, я узнаю случайно от своей технической службы, которая пишет мне заявку, что наши соседи по Digital Oktober, они находятся ровно за нашей стеной, просят у нас несколько камер на этот день, я говорю, а что такое случилось, что у них там будет, он говорит, а у них комиссия по модернизации, я говорю, вау, это же значит, там будет Медведев, значит, я пишу письмо Тимаковой, я говорю, Наталья, так и так, тут комиссия по модернизации, а за стеной находится самый продвинутый, модернизационный, инновационный, интернет, альтернативный, то есть все слова, которые употреблял Медведев в своих выступлениях по поводу медиа, СМИ и так далее, я прямо, я честно, я взяла эти выступления, я взяла оттуда выдержки, написала их, по пункту, все аргументы, почему Медведев должен прийти к нам, вот, и Тимакова мне написала, он говорит, ой, это хорошая идея, говорит, я с ней поговорю, она поговорила с ним, через три дня к нам приехали фосошники, которые, значит, начали все проверять, мне сказали, он будет, и у нас, значит, мы собираем совещание, значит, нам говорят, формат такой, у вас будет 10 минут, 10 минут, вам надо, значит, ему все показать, а дальше, если будет время, он сядет за стол, вы поговорите еще за столом, началось совещание, ну, с одной стороны, техническое, как сделать так, чтобы у нас все работало, с другой стороны, журналистка, если за стол садимся, то что, собственно, спрашиваем, понятно, что этот формат, это гостевой визит, это гость, вот, моя задача, как менеджер, как руководитель, была только одна, мне надо было, чтобы ему у нас понравилось, я очень хотела, чтобы он вышел от нас, с ощущением полного кайфа, объясню, почему, здесь тоже не секрет, когда, как вы понимаете, нас выключили сетей же, не просто так, да, и для этого были разные политические причины, и среди власть, там, имущики, у нас есть враг, ну, вот, это именно так, это человек, который нас там выключал, да, это человек, который очень близкий к принятию там, всех решений, и для того, чтобы мы оказались в НТВ+, для этого, собственно, помог нам включиться в НТВ+, своим распоряжением, не потому, что у него были какое-то, было какое-то отношение к телеканалу Дождь, а просто потому, что он, ну, как-то, его удивилась ситуация, при которой вот так были вот медиа выключать, был Медведев, это правда, то есть, опять же, это через письмо, что, как же так, и так далее, он говорит, ну, хорошо, мы не против, если они будут вещать на НТВ+, то есть, вот уровень принять решение в стране такой, да, что вот маленький, никому, а тогда вообще никому неизвестный канал, это сейчас там про нас говорят, а тогда, что какой-то телеканал Дождь, ну, там, кроме тусовки какой-то внутренней, никто и не знал, это было там в августе того года, так вот, Медведев дал тогда распоряжение включить телеканал Дождь, и он ТВ+, разрешил нам туда включиться, потому что ни один из операторов больших, ни Триколор, ни ТВ+, ни Акад, ни стрим, они не берут ни один из каналов, если нету сверху добра, либо от Путина, либо от Медведева, это правда, так, либо один, либо второй говорит, ну, включить или не включить, так вот, у меня задача, как у менеджера, спустя там эти полгода, после того, как он нас туда включил, была только одна, чтобы ему реально у нас понравилось, чтобы ощущение от канала у него осталось очень клёно, потому что я была безумно благодарна, и у нас не было с ним до этого никаких встреч, ни разговоров, мы не были знакомы, да, ну вот, значит, у журналистов была задача следующая, так как мы понимали, что это гостевой визит, и если у нас будет возможность всё-таки посадить его за стол, задать, с одной стороны, вопросы, которые точно будут в формате гостя, когда человек приходит к тебе домой в гости, ты не спрашиваешь его про то, что ему неприятно, да, с другой стороны, всё-таки, ну, как бы, чтобы они были там журналисты, чтобы они всё-таки, ну, были там, и делали вопросы, у них в остроте, то есть у нас не было никакого страха, у нас журналисты ничего не боятся, и я вообще ничего не боюсь, и я, у нас не было внутренней задачи, ну, то есть, знаете, как, мы тут долго потом анализировали, зачем задавать вопрос про Ходорковского, если мы знаем ответ, ну, условно, да, или про Магницкого, зачем, ради вопроса, что я такая крутая задала этот вопрос, ведь если пресс-конференцию, вы последние видели, все эти вопросы, они были, это ругают, чем Медведев, это журналисты сами все виноваты, потому что все вопросы были ради вопроса, что я осмелилась, и я спросила про Магницкого, эти вопросы с очевидными ответами для первого лица, да, и, как бы, ну, и как бы для нас это тоже было понятно, поэтому, значит, мы готовимся вот к этому 10-минутному визиту, и я для себя говорю, я хочу, чтобы у него была экскурсия, все его показывать, рассказывать, чтобы это было коротко, быстро, и потом быстро там его что-то, как-то о чем-то спрашивали, ну и, собственно, все. И дальше, значит, когда приходит этот день, я могу сказать, никакая служба, пресс-служба Медведева не обсуждалась на мне одного вопроса вообще, они не задавали нам, то есть я все ждала, честно, я все ждала, когда же они спросят про вопрос, который будем задавать, они не спрашивают, не спрашивают и не спрашивают, единственное, что они посмотрели, где будет он сидеть, чтобы картинка была, вот прям это точно проверялось, то есть место, где он сидит, как он будет выглядеть, ну то есть что будет на фоне у него, это они искали эту точку, это из того, что было, а второе, то что у нас на кухне висит огромный портрет Ходорковского, и Медведев, так как он за стенкой, он там должен был войти через дверь, которая прорублена в этой кухне, ну, собственно, через эту кухню, и когда мы с пресс-службы шли по его маршруту, они увидели портрет, и Тимаков мне сказал, говорит, ты его специально повесила сюда вот перед приходом, я говорю, да нет, он у нас тут всегда висит, и вот там, ну, и он и остался висеть, и никто тоже там ничего не сказал, так вот, Медведева мы ждем, ну, понятно, как все это в анигдете бывает, у нас сломалась камера, ну, то есть все как обычно, значит, при том, что все мои вещевания, что это значит Медведев, что это у нас вообще, такого шанса у нас не будет, что надо, чтобы все это показывают, и так далее, да, 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 но в итоге она ломается, и не работает, значит, потом они ее сделали, потом за пять минут уже ФСОшники говорят, что вот-вот он сейчас к вам придет, за пять минут, значит, мы стоим уже Тимакова, ФСОшники ждем Медведева, дверь открыта, уже он вот-вот должен двигаться, в это время, значит, меня пробегает звукорежиссеру мальчика с таким ножом, ФСОшники такие сразу напрягаются, потому что вот такой нож, он схватил из кухни, вот, и он начинает что-то ножом откручивать от этой камеры, у него что-то, значит, там у них опять что-то сломалось, что-то меняет, значит, я в это время понимаю, что сейчас у меня, главное, отвернуться, ни слова не сказать, потому что они трясутся руки, понятно, они тоже нервничают больше, чем я, вот, и вот в этот момент было такое невероятное там напряжение, а дальше они за чудом что-то там подчинили, проходит две минуты, заходит Медведев, значит, заходит Медведев, это было так, он заходит, видит портрет Подарковского, потом спускается ко мне, мы знакомимся, он видит меня в драных джинсах, и его фраза, которая меня просто, ну, влюбила меня в него надолго, он сказал, что-то рассмеялся, и, собственно, так состоялось знакомство, после чего, да, Медведев, опять же, на данный должное прислужбе сказал, смотри, он реально устал, он все время под камером, в принципе, он может отказаться от того, чтобы вот этот весь проход был в прямом эфире, вы можете это все снимать, показывать потом, но чтобы это не было прямым эфиром, я говорю, ну, хорошо, понимаю, да, хотя для нас формат канала, ну, как мы, ну, он прямой эфирный, нам надо, чтобы был в прямом эфире, вот, и когда он пришел, посмотрит на то, это будет прямой эфир, или такая, да, конечно, мы тоже там пошли, да, вот, дальше мы с ним пошли, и дальше вдруг Медведев, и вот весь мой внутренний, как бы, ритм, ну, и наш, да, он начинает ломаться, потому что Медведев начинает тормозиться, они говорили, у него 10 минут, задержался совет, а, да, у нас до этого было 10 минут, а потом комиссия задержалась, там, на 20 минут, а его ждут чернобыльцы в Кремле, и у нас уже все время, все уменьшается и уменьшается, и мы понимаем, что вот сейчас он в любой момент может это вообще сократить, да, а он вдруг тормозит, с людьми, и поговорит, еще что-то, только как он, около этих всяких, этих прямойчик начинает останавливаться, и как-то все это происходит, то есть, ну, человек растягивается, и вот мы доходим с ним до стола, садимся за стол, но тут мы уже понимаем, что у нас, наверное, за столом вообще не останется времени, потому что Тимаков уже показывает мне, что время уже, вот, уже время, надо уходить, уже бежать, но он садится за стол, и мы задаем ему ровно, там, три или четыре вопроса, которые у нас и были запланированы, например, первый вопрос, который задала, там, Арно по поводу молодежи от движений, если честно, он тоже был вопрос ради вопроса, ну, так, по-честному, и это был такой, это был спонтанный вопрос, который она сама придумала, прямо, тромно за пять минут, да, там, до эфира, но, это потом, когда анализировали, он не был ради ответа, он был ради вопроса, я бы даже не, я бы содержался в этом вопросе, уже был ответ, да, там, вот, но, типа, вот, Мы планировали. И вот о чём я жалею, что когда стало понятно, что Медведев никуда уходить не собирается, что он ему нравится, он в полном кайфе, он готов, стало понятно нам за столом, что он был, вот я это почувствовала, почувствовала себя, он был готов с нами разговаривать уже на любую тему. То есть вот уже в этот момент мы могли задавать ему любые вопросы, вот уже когда он реально увидел отсутствие страха, он увидел отсутствие такого раболепия, он увидел искреннее такое, ну как бы его принятие, он увидел такую живую искру во всех глазах, да, а у нас невероятная атмосфера, и все кто попадает, ну они не могут этим не проникнуться, то стало понятно, что вот если бы сейчас мы начали с ним говорить на любую тему, тогда он бы на все вопросы начал отвечать по-другому, потому что он в какой-то момент стал человеком, да, то есть вот он, первый вопрос ответил как президент, потом он уже и так далее, а потом он уже совсем выдохнул, и стало понятно. И вот об этом единственное, о чем мы пожалели, что мы внутренне были не готовы к этому сценарию. Ребята по-журналистки, конечно, при мне непроверенные вопросы, наверное, что-то там, ну как-то их там тормознулись, да, там задавать. Притом это был не страх, это было такое, что несогласованность, да, какая-то. А я, я же не журналист, у меня и не было задачи такой, знаешь, там, ну, там, о чем-то его спрашивать, вот так вот, вот здесь мне бы хотелось немного о чем поговорить, да, но так сказать, что я там мечтала бы задать вопрос, нет. Поэтому моя задача, меня как менеджер, была решена в этот момент сто процентов, да, потому что в итоге, когда Медведев уходил, когда, собственно, то, что опять потом все, за что меня клевали, что я его поцеловала, я его не поцеловала, я его на ухо, ему сказал, Дмитрий Анатольевич, спасибо вам за НТВ+, да, за то, что вы там нас в свое время включили. И когда он ушел, восторг и эмоции всех ребят, которые были, они были сильные, настоящие. С одной стороны, все говорят, это типа, вот этот вот, как бы, шарм власти, на самом деле это не так, потому что вы его увидели, а, не маленьким и не затюканным, как его показывают там по телевизору, в нем есть харизма, у него прямой взгляд и хорошее рукопожатие руки, которые, это вещи, которые, блин, знаете, вот их не научишься, и я в него поверила, потому что я в этот момент поняла, вот, как бы, эмоционально, что у этого человека есть шанс, что если он захочет пойти на выбор, то у него 100% есть шанс, но он должен просто для себя принять это решение. И у нас у всех появилось вот это чувство, и, я честно скажу, некая надежда, что он все-таки пойдет на выборы, поэтому у нас такая была эмоция у всех, потому что он, правда, не... Вот он выглядит по телевизору, к сожалению, ужасно. Он даже у нас на канале, вот даже когда мы с ней, он выглядит, ну, как-то вот таким вот очень мелким, каким-то вот таким, он не такой. И что было у меня, значит, да, когда потом он уехал, и мне позвонил потом Тимакова, она говорит, слушай, он таким эмоционально восторжен, довольным, вот, как бы, от общения и так далее, он не был давно, да, вот такие. И я своей цели добилась 100%, мне это надо было. Но самое главное, что он Тимакова сказал, он говорит, а почему она меня поблагодарила за НТВ+. И это, знаете, как круто, это он шел на телеканал к нам, да, не потому что когда-то он что-то... Это вообще никак не связано здесь в нашей главе, это все там связано, там, как-то, знаешь, там. А нет, это никак не связано. И он очень удивился, потому что он забыл, и когда Тимаков напомнил, он говорит, ну, помните, вы же тогда давали распоряжение, что вот там... Он говорит, о, как приятно, я помог приятным там людям, да, то есть ему у нас понравилось, и он вспомнил, что он еще что-то хорошего там для нас сделал. Так вот, когда мы потом анализировали, это единственное, о чём мы пожалели. Что в нашем сценарии не было ещё одного, при котором мы допустили, что он будет... Мы думали всё время, что он будет не действовать на 2 минуты, да? А что он будет не действовать на 50 минут, мы вообще на эту тему не подумали. Вот это, это о чём мы пожалели. Это то, в чём, где мы облажались, ну, опять же, по неопытности, да? Поэтому больше я не жалею ни о чём. И всё, что там было в интернете, я как бы для себя это закрываю. Потому что если я знаю, что я точно всё сделала правильно, права и так далее, да, я себе вот тут не права, так мы сами это сделали, себе выводы. Но всё, что там вокруг, всё равно. Теперь, что касается того, что резко отреагировала та самая молодёжь с очень резкими, значит, комментариями, что мы продались, что мы теперь всё такие же и так далее, смотрите, здесь два момента. Значит, ну, первое, моё отношение к этому. Мне вообще наплевать, потому что я не продалась. Раз. Потому что во мне ничего не изменилось. Потому что мы как работали, так и работаем. И когда они говорят, мы выключим, ну, хочешь выключить, я же не могу тебя заставить. Да, но с другой стороны, если ты посмотришь наш эфир дальше, ну, вот этот чат, который пишет, у нас ничего не поменялось. И, как бы, поэтому меня это, ну, как сказать, меня это даже не расстраивало, да, потому что я знаю, что я сделала всё правильно. Другое дело, что я в этой ситуации, для меня всё было в новинку. Конечно, я никогда не участвовала честно, эмоционально, вот в таком, ну, как бы, медиасрач, да, когда тебя там везде направо-налево, при том, что вся либеральная, типа, журналистская общественность меня заклинила, значит, что я продалась, что я там везде, ну, в общем, как бы, для меня это было неожиданно, ну, правда, да, но с другой стороны, просто у меня есть то, чего нет у них, у всей этой либеральной журналистской общественности. Я, в отличие от них, не болтаю языком, ну, вот правда, а я делаю. И вот для меня теория маленькая, дело, она важная. Я вложила свои собственные деньги, это мои деньги, мои семьи. Я продала дом, я сейчас продаю квартиру, потому что я в это верю, я это делаю, и я не, и мне наплевать, кто там что говорит. Поэтому, а и более того, как я уже сказала, это они почему-то решили, что я тут революцию строю, я не строю, я строю бизнес. В отличие от них, я езжу на хорошей машине, живу в дорогом доме, и я хочу так же жить, и хочу построить успешный бизнес. Другое дело, что счастье, там, моё, да, и, наверное, те, кто отчасти смотрит наш телеканал, то, что просто я нецемичный и очень, ну, как бы, неравнодушный человек, поэтому я хочу сделать телеканал, не построить, ну, то есть не сделать бизнес, не на желтушно-гламурную какую-то историю, на которой было бы легче это сделать, да, а делаю его вот на такое. Для меня это, там, моя миссия, моя ответственность. Поэтому, что бы там ни говорили, мы всегда, они всегда проиграют в споре со мной, только тем, что я это делаю, да, и всё. А я знаю всех журналистов, большая часть, которые меня там писали, особенно такие всякие известные, они все купили себе квартиры, домики где-то, там, кто в Праге, кто где-то, да, они все строят себе пенсию там. А я там не строю пенсию, я её строю здесь, вот и всё. В этом наша разница. Спасибо. Коллеги, есть ещё вопросы? Последний вопрос, если бы тогда уже закончили. Раз, раз. Скажите, а Вы ожидаете в ближайшее время появления конкурентов? Да, на сегодняшний день мы ждём, единственное, кто будет с нами, я думаю, конкурировать всё-таки так, аудиторно и так далее, это Коммерсант ТВ. Они планируют выйти осенью, они сидят у нас за стенкой в том числе. Более того, они много чего у нас подсматривали, когда всё это делали. Это будет, наверное, аудиторный конкурент точно. Но я очень хочу, чтобы они появились, потому что с точки зрения рынка и бизнеса нам надо, чтобы в сегменте неэфирных каналов появились такие же сильные игроки, как мы, чтобы мы могли рекламный рынок к себе повернуть лицом. Потому что на сегодняшний день я только одна такая, которая вроде уже заявила о себе как телеканал, на котором надо размещать рекламу, но пока агентство к этому совсем не готово. Вот мне нужны такие, поэтому я буду приветствовать этих конкурентов. А можно, вот ещё был вопрос? Я вам, пожалуйста, спрошу. Просто вы сказали... А вы просто обмолвились, что ничего не поменялось, но вот то, что ушёл проект «Поэт и гражданин», появится что-нибудь подобное смелое? Мы сейчас встречаем. Он не смелый, правда, но поверьте, что у нас смелее новости наши. Когда у меня в эфире ведущий говорит о том, что и рассказывает подробно с картинками, как у министра связи, который является нашим министром, как он приватизировал связь инвест со всеми картинками, куда ушли, какие деньги и так далее, поверьте, это сильно смелее, чем то, что есть в этих стихах. Поэтому здесь ничего не поменялось. Другое дело, что формат художественный, это же самое сложное. Мы ищем, знаете, как тяжело найти. Мы придумали одну историю, сейчас если мы её как-то так сделаем, она должна выстрелить.